В Центральном районе В рамках рубрики «Люди театра» она отвечает за музыкальность как мэтров, так и начинающих. Елена Юрьевна, ты ведь так низко! Нет, ты все можешь, так нужно, да, я могу! Это информационный канал «Город» в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! Сегодня после 10 дней задержки на Барнаульскую ТЭЦ-3 снова стал поступать уголь. Напомним, 16 марта транспортная компания «Сидпром Желдор Транс» в одностороннем порядке прекратила подачу вагонов с углем для ТЭЦ-3. Поводом послужил долг энергетиков в размере 95 миллионов рублей перед перевозчиком. Ситуация осложнялась тем, что альтернативных способов подвоза топлива к ТЭЦ просто нет. Вмешаться в спорт двух организаций вынуждены были краевые городские власти. Городоначальник Игорь Савинцев даже направил письмо в адрес «Сидпром Желдор Транса» с просьбой обеспечить бесперебойный подвоз угля для завершения отопительного сезона. Первые вагоны после перерыва начали поступать на ТЭЦ-3 этой ночью. Это произошло благодаря компромиссному решению, которое было найдено администрацией города Барнаула совместно с управлением полупромышленности и энергетики Алтайского края, несмотря на наличие значительной задолженности ТЭЦ-3 перед железнодорожниками. Отопительный сезон пройдет в штатном режиме, есть в этом уверенность. Большая вода начала свое наступление на Барнаул. Тревожные сигналы поступают не только из центрального района, где больше суток ведется откачка воды. Началось подтопление отдельных участков в Октябрьском. Илья Кочетков сегодня побывал в одном из проблемных мест краевой столицы – поселке Ильича. Очевидцы рассказывают, вчера здесь на улице Понтонный мост уже вовсю плескалась вода, но за ночь подморозило, да еще снежок нападал и вроде снова тихо. Но местные жители уже говорят о первых тревожных признаках и беспокоятся за ближайшее будущее. Появляется в углярках, в сарайках, поднимается из-под земли, может она, которая не растаяла. Но вообще, я считаю, дамбу не сделали, поэтому может быть вода в этом году, потому что в том году дамбу не подняли и не закрыли ее этими щитами бетонными. Пока, по словам городских спасателей, беспокойство нынешняя ситуация не вызывает. Но пока это ключевое слово. Хотя не все местные жители, несмотря на предупреждения властей, верят в крупное наводнение. Говорят, прошлогоднее – не показатель. От весны еще зависит много. Уйдет вода. Снег сойдет раньше. Теперь эти воды, воды может не быть. Снег – это не значит, что будет много воды. В 69-м был забор, раскрывались от снега. Вот туда вода была хорошая. А это погода. От погоды зависит все. Пока ручьи, местами довольно сильные, текут в таких вот проталинах под снегом. И станут ли они угрожающим потоком – неизвестно. Жители говорят, вот в начале апреля приезжайте, видно будет. Будет потоп, ну что ж, эвакуируемся не впервые. А вот в центральном районе уже и гадать не приходится. Здесь в ночь на 25 марта в шести домах вода поднялась выше уровня пола. Все признают – это только начало. Илья Кочетков, Николай Шелко, информационный канал «Город». Тему продолжим с гостем нашей студии, главой администрации центрального района города Барнаула Юрием Еремеевым. Здравствуйте. Здравствуйте. Центральный район первым подвергся подтоплению. Оказалось, что на улице Семипалатинской к этому не были готовы ни жители, ни ливневые канализации. Как прокомментируете это? Улица Семипалатинская находится на территории микрорайона Кирова, как мы его называем. И на самом деле эта территория ежегодно подтопляемая. И говорить о том, что мы не знали и не понимали, что там этой весной может сложиться очень серьезная паводковая обстановка, наверное, не приходится. Вместе с тем, к сожалению, не все собственники частных домов добросовестно выполняют свои обязанности. И здесь складывается из двух проблем ситуация. Первое – это несвоевременный вывоз снега с территории домовладений, прилегающей территории. А второе – это то, что часть собственников захватили территорию общего пользования, в том числе через которую традиционно по естественному рельефу местности осуществлялся пропуск паводковой воды, ливневая канализация устроена, и иногда даже препятствует тому, чтобы эта вода через соответствующее сооружение проходила. Поэтому вот именно эти две проблемы сегодня как раз обострили ситуацию на улице Семипалатинской. На сегодняшний день какова ситуация в поселке Кирово? Что там предпринимается? Вот уже на вчерашний день на территории поселка работало шесть бригад, четыре единицы водооткачивающей техники, две единицы оборудования, связанные с необходимостью пропарки водопропускных каналов. И вся эта работа выполняется в течение дня и в определенных участках, в том числе и в течение ночи. Но еще раз я хотел бы обратиться, в том числе и к собственникам частных домовладений, что необходимо обеспечить пропуск воды по естественному рельефу и не препятствовать работе и прохождению этой воды. Это просто приводит к плачевным последствиям и затоплению других соседних домовладений. Поэтому ситуация контролируемая, обстановка сегодня, она действительно, скажем так, серьезная, но прогнозируемая. Так вот, на ваш взгляд, как будет развиваться паводковая ситуация? Мы сегодня контролируем повышение уровня воды грунтовой в селе Лебяжье. Сегодня есть проблемы по улице Правый берег пруда, по улице Мамонтово, по другим территориям. Очень серьезная обстановка в поселке Бельмесева. Но, повторюсь, все эти позиции, они нам абсолютно известны и они прогнозируемые. Поэтому хотелось бы, чтобы все жители сегодня обеспечили нарезку водопропускных каналов и, соответственно, вопрос по отводу воды был обеспечен надлежащим образом. Будет ли кто-то возмещать ущерб, причиненный первой волной паводка? Прежде всего, мы сейчас с Управлением по архитектуре, градостроительству проводим земельный контроль. Такое поручение дано. И когда мы проводили аналогичную работу по улице Кутузовой-Заграни, выявили 56 домовладений, которые заступили за границы красных линий, то есть границ своих земельных участков, которые предоставлены им в собственность. Что, безусловно, отрицательно сказывается на возможности очистки дорог, на возможности пропуска талой воды. И такая же работа будет проведена сейчас по всем тем территориям, которые являются проблемными, для того, чтобы в последующем было возможно те собственникам домовладений, которые подверглись подтоплению, и в том числе на улице Семипалатинская, предъявить соответствующие требования тем недобросовестным собственникам, которые, к сожалению, захватив территорию общего пользования, не позволили провести необходимую работу для пропуска этой воды. Спасибо за встречу. А я напоминаю, что сегодня гость нашей студии, глава администрации Центрального района города Барнаула Юрий Еремеев. Игорь Савинцев готовится к ежегодному отчету о работе администрации Барнаула за минувший год. Уже завтра городоначальник представит свой доклад депутатам городской думы. В зале также будут представители краевой власти, общественности. Ну а накануне мы выяснили, как рождается текст выступления, есть ли у главы счастливый галстук специально к этому событию, рассказывает Лариса Гуренкова. Сейчас на столе городоначальника только он, черновик завтрашнего отчета. В своем графике Игорь Савинцев специально выделяет время, чтобы лично поработать над фактами и цифрами выступления. И так в последние две недели. Ну а текст доклада формируется по следующей схеме. Игорь Григорьевич дает поручение своим заместителям подготовить справку по их профильным сферам. Эта информация становится основой доклада. Но свести его к единому целому глава старается сам. Я его же все равно должен подстроить под свой стиль разговора, под свои мысли и так далее. Поэтому приходится в течение вот этих двух недель по вечерам дорабатывать уже именно под себя весь этот материал. Но и не исключение, что я еще и сегодня вечером буду смотреть все эти материалы и, может быть, еще какие-то вносить правки и изменения. Безусловно, публичный формат таких мероприятий предполагает максимально придерживаться подготовленного заранее материала. К тому же на это выделяется строгий регламент – 40 минут. Но городоначальник признается, иногда уже во время выступления приходит какая-то мысль и случается экспромт. Впрочем, импровизировать сити-менеджер намерен и при выборе костюма на завтрашний отчет. В арсенале Игоря Савенцева нет любимого пиджака. В этом смысле он полагается на интуицию. Просто по ощущениям. Вот встанешь утром для себя и определишь. Вот сегодня одеваю темный костюм. К темному костюму какой лучше галстук? Либо синий, либо красных, как мы говорим, оттенков. Вот исходя из этого, я думаю, что и завтрашнее утро у меня будет формироваться таким образом. Это уже будет пятый отчет Игоря Савенцева. На завтрашнем заседании Городской думы он озвучит итоги своей работы и администрации Барнаула за 2014 год. Главное, сказал городоначальник, отразить не только факты, цифры, задачи, но и пути решения проблем. Впрочем, официальную часть мы оставим на завтра. Лариса Куренкова, Александр Антропов, информационный канал «Город». Сегодня в Алтайском крае прошел единый государственный экзамен по математике профильного уровня. Досрочно сдавать его решили 14 человек. В основном, выпускники прошлых лет, а также двое 11-классников этого года, допущенные к досрочной итоговой аттестации по решению Педагогического совета школы. На входе в аудиторию ребят проверяют с помощью металлодетектора, а в школьных кабинетах установлены видеокамеры. Напомним, математику профильного уровня сдают только те, кому этот предмет необходим для поступления в ВУЗы. Он оценивается по 100-бальной системе и пересдать его нельзя. Эксперты утверждают, присланные из Москвы сегодня задания по уровню сложности аналогичны контрольно-измерительным материалам по математике прошлого года. Результаты у нас будут 3 апреля известны. По сегодняшнему экзамену по базовому 31 марта будут известны. Если кто-то не сдаст, то они смогут пересдать, но не ранее сентября. Второй необходимый для получения аттестата предмет русский язык выпускники сдают 30 марта. Напомним, первый математику на базовом уровне они писали в минувший понедельник 23-го. Всего в досрочном этапе в этом году принимает участие 58 человек. Основная волна сдачи ЕГЭ традиционно начнется в конце мая. В ней должны участвовать больше 12 тысяч выпускников в крае. В шаге от изобретения века оказались ученые Алтайского государственного университета. Полтора года назад на базе вуза в российско-американском противораковом центре они приступили к тестированию американской технологии ранней диагностики онкологических заболеваний. И вот накануне получили первые результаты. Главный онколог края назвал их обнадеживающими. Подробности эксперимента выясняла Ольга Калачева. Ежегодно в Алтайском крае врачи выявляют более 10 тысяч новых случаев злокачественных новообразований. Этот показатель выше среднероссийского на 25%. Поэтому не случайно, что именно наши ученые заинтересовались технологией ранней диагностики онкологических заболеваний. Больше 7 лет назад ее разработал профессор университета штата Аризона Стефан Джонсон. А тестировать это изобретение начал кандидат биологических наук родом из Барнаула Андрей Шаповал. В прошлом году он вернулся в Россию. 20 лет до этого ученый жил и работал в Америке. Основная задача это определить рак на ранней стадии, как можно раньше. Потому что понятно, что онкологическое заболевание может за десятилетие, чтобы оно привело к каким-то симптомам. А эта технология, как мы надеемся, может позволить определить рак до симптомов. Технология экспресс-анализа проста, по крайней мере, для пациента. Она не требует специальной подготовки. Берется капелька крови из пальца, говорит Юлия Димитриади. Причем неважно, кушали вы до этого или голодали. Отделение профилактики краевого онкологического диспансера жительница Барнаула посещает ежегодно. У троих из ее близких родственников врачи обнаружили онкологию. Тетя двоюродная, бабушка, дедушка со стороны мамы. Вот три и более родственника уже настораживает. И чтобы не пропустить у себя развитие злокачественного новообразования или выявить его на ранней стадии, я обследуюсь в онкодиспансере в поликлинике «Надежда». В ходе эксперимента алтайские ученые исследовали кровь 25 жителей края, 15 здоровых и 10 больных раком молочной железы. По статистике, сегодня это самое распространенное онкологическое заболевание в мире среди женщин. И вот какая картинка получилась у экспертов на основе сравнений антител, которые присутствовали в сыворотке крови здоровых и онкологических больных. Метод иммуносигнатора основан на регистрации на белковом уровне тех сдвигов, которые регистрируются при опухолевой агрессии. Этот метод, он косвенный, но он позволяет более чем в 90% зарегистрировать этот процесс. Это очень высокий показатель. Потому что все остальные методы никогда не давали превышение 80-84%. К 2018 году алтайские ученые совместно с американскими планируют завершить разработку метода раннего выявления рака по крови. А сейчас в онкологическом диспансере готовятся ко второму этапу исследований, который начнется в ближайшие полтора-два месяца. Одновременно будет взята кровь у 60 американцев и 60 русских. И начнется очередное тестирование, приближающее мир к изобретению века. Как звучит масштабная опасность сегодня могли услышать все жители Алтайского края, в том числе и его столицы. Сотрудники МЧС провели ежегодную проверку исправности региональной и местной системы оповещения. Проверка электросирен традиционно началась в 12 часов 44 минуты. В это время их запускают сразу во всех районах и городах Алтайского края. Продолжительность звучания составила 3 минуты. Но, как это обычно и бывает, на истошные звуки опасности в Барнауле мало кто обращал внимания. Хотя вой сирены должен настораживать, ведь он означает, что произошла какая-то чрезвычайная ситуация. Например, наводнение или крупный пожар. Услышав систему оповещения, нужно включить телевизор или радио на канал «Россия» и послушать информацию от МЧС, что делать и куда бежать. В данном случае речь идет о том, чтобы проверить данную систему именно накануне вот этого опасного периода, когда на территории нашего края возможно осложнение паводковой установки, возможно серьезные лесные пожары. Если не произойдет никакого ЧС, то в следующий раз жители края услышат звуки сирены через полгода. Такова регулярность плановых проверок. Галина Юмашева, Павел Лауренин, информационный канал «Город». Завтра Всемирный день театра. Накануне праздника мы решили рассказать еще об одном служителе Мельпомена. Сегодня это Елена Ивашенко, музыкальный руководитель одного из самых музыкальных театров края. Какие образы возникают в вашей голове, когда вы слышите словосочетание «музыкальный руководитель»? Наверняка кто-то вспомнит детский сад, малыши, взявшись за руки, под бодрый рояльный марш, шагают по кругу и весело поют. В театре же музыкальный руководитель и занятия с ним выглядят иначе. Пришла на индивидуальная Зинаида Черных, исполнила свою партию в том или ином спектакле, а Елена Ивашенко выслушала, сделала замечание и отправила с миром репетировать роль уже на сцене. Кто в Париже был влюблен хотя бы разок, прекрасно знает этот чудный уголок. Елена Ивашенко работает в театре музыкальной комедии более 20 лет. Изначально была просто концертмейстером, но со временем и по просьбе режиссера стала руководить музыкальной частью постановки. А это уже совсем другие затраты и требования. Артисты, как правило, люди амбициозные, нередко болеющие звездной болезнью, но на Ивашенко не действуют капризы и слезы. Ей важно, чтобы спектакль не только смотрелся хорошо, но и звучал. Бывает такое, что актер, который в принципе с музыкальной грамотой не знаком, приходится сажать инструмент, показывать, какие клавиши нажимать, потом заставлять петь одновременно. То есть, в общем, люди тут образовываются. К слову, актеров, которые не обладают первоначальной музыкальной подготовкой, в театр берут, естественно, после прослушивания. Если потенциал заметен, начинают учить. Юлия Пермякова неплохо запела, только попав в мускомедию, хотя широким диапазоном пока похвастаться не может. Например, первое, что у меня было, это Маугли. И это достаточно низкая партия. И она уверяла, ты можешь мне сказать. Я говорю, Елена Юрьевна, ты ведь так низкая. Она говорит, нет, ты все можешь. Ты думаешь, ну да, я могу. Отличный музыкальный вкус и консерваторское образование делает Ивашенко незаменимым человеком в театре. Она присутствует практически на всех репетициях, по возможности на всех постановках. В данные минуты находится в числе зрителей на спектакле «Моя жена Лгунья», чтобы уже завтра начать работу над музыкальными ошибками. Елена Кузовкина, Александр Антропов, информационный канал «Город». Голосование завершилось, и сегодня мы назовем имя лучшего актера театра по мнению зрителей. Дмитрий Плеханов из театра драмы с результатом 15% стал третьим. Набрав 24% голосов, второе место занял Дмитрий Чижук, тоже из драматического. Самым любимым актером, по мнению зрителей, признан Денис Паньков из театра музыкальной комедии. Присоединились к голосованию и телезрители. Приятный подарок от нашей редакции предназначен Оксане Бредихиной. Она угадала имя победителя. Билет на «Амадея» спектакль состоится завтра, 27 марта. Ждет ее в нашей редакции. К сожалению, Оксана не сообщила номер своего телефона. Мы надеемся, она услышит о своей победе и свяжется с нами. Каждую субботу. Добрый вечер. Итоги недели мы сегодня подведем вместе с гостем. Вместе с Татьяной Голубевой итоги недели подводят писатели, спортсмены, врачи, музыканты и предприниматели. Я думаю, что это только на благо города Броновой. События политической, социальной. Безобразие просто. Очень неприятно и стыдно. Культурная и спортивная жизни столицы края глазами тех, кто живет в этом городе. Жителям должно быть удобно. Гость студии в эту субботу Константин Яковлев. В России ему теперь нет равных. Наш земляк Андрей Соболев стал обладателем золотой награды на чемпионате страны. Склоны горнолыжного комплекса в Челябинской области спортсмен покорил в параллельном с Лалами. Серебро у представителя Кемеровской области бронза досталось ноубордисту из Москвы. О других спортивных новостях Кирилл Политов. Об игре миллионов. Барнаульская «Динамо» продолжает подготовку к заключительному отрезку сезона. Сейчас команда находится в Крыму. Нет, нет, им там не до бронзового загара. А вот от бронзовых медалей не отказались бы точно. Клуб обозначил цель третье место. Для ее выполнения нужно как минимум быть в форме. Сейчас на полуострове «Сине-Белый» играют товарищеские встречи. Огласим результаты. В один день были сыграны сразу два матча. В первом поражении свисток судей зафиксировал счет 3-1 в пользу текстильщика из Иванова. Единственный мяч на свой счет записал Никита Казанцев. Второй матч подопечные Андрея Рефина провели куда лучше первого. Об этом говорит результат. 4-2 в пользу наших земляков. Имена авторов голов. Два у Старкова, по одному у Завьялова и Полянского. Белый флаг выбросили футболисты с Симферопольской Крым-Теплицы. О греках и римлянах. Таких добралось почти 250 человек. Это представители всех сибирских регионов. Поделили их на 12 категорий. Основа – вес. Хозяева ковра Барнаульцы. Последний раз столица Алтая принимала стульмасштабные состязания ровно два года назад. Этот турнир – шанс шагнуть ступенью выше. Речь идет о чемпионате страны. Он пройдет в городе Владимир. Алтайский край очень достойно выступил. У нас сильная собирается команда, которая будет представлять наш край на первенстве России. Но удивили меня, конечно же, тяжи в весовой категории 120 кг. То есть уверенно, четко два наших Барнаульца прошли по разным этапам и встретились в финале. Подкрепим слова цифрами. Наши земляки завоевали шесть медалей высшей пробы. Это, говорят, более чем достойно слово одному из чемпионов. Провел четыре схватки. Наверное, в финале как-то вышло все быстро. Думал, будет потяжелее. Наверное, самая тяжелая встреча где-то в полуфинале выдалась. Но так все получилось довольно-таки удачно. В Яблочко наш земляк Сергей Каменский перестрелял 89 стрелков из 17 стран земного шара. Это событие случилось в немецком городе Дортмунд. Алтайский спортсмен из малокалимберной винтовки из трех положений с дистанции 50 метров выбил золотую медаль. Вот так отстрелялся. Кирилл Политов, Александр Антропов, информационный канал «Город». И о погоде в пятницу в Барнауле. Юго-западный порывистый ветер. Снег ночью от трех до пяти мороза. Днем от ноля до минус двух. Это все на сегодня. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин